Внимание! Значит, вот какому явлению природы вы писали, вот это вот слово зачеркиваем, пишем свое имя и читаем. Давайте, давайте! Зачеркиваем! В том-то и фишка, чтобы не предупреждать. Сейчас будете читать вслух. Кто готов читать? Давайте, давайте! Это важно. На самом деле, очень мощный процесс. Это про ресурсы. Ну, можете не выходить, я могу вам микрофон на место приносить. Давайте. У вас будет бенефис, а дальше будем с места. Не ржать! Да он самой не смеется. Не, на самом деле, процесс очень мощный, и он про ресурсы. Очень часто, и очень часто в таких вещах раскрываются ресурсы человека. Поехали. Ода Марии? Да, Ода Марии. Отлично. Ода Марии. Я чувствую тебя, любитель жизни, властитель времени, источник перемен. Тобою насыщаюсь. Ты, тлен, и остроту высвечиваешь сцен, и ввысь взмываешь только воду близко. Ты нить от тех пещер, когда на звери шли предки с копьями, и розовый рассвет еще не знал табу. И силуэт огромный, страшный, и все свозил на нет попытки разума глазам не верить. Ты дивный танец нежности и силы, надежный проводник бескрайней миры. Гипнотизер, любовник, дикий рык рождается внутри. А ты дари, дари вам, дари. Теперь медленно читайте, прям по одному предложению. Смотрите, здесь, на самом деле, в этом стихе сокрыт потенциал человека. Это тоже через закон проекции, метафорическим образом совершенно мы отражаем. Мы не случайно выбираем предмет, то есть не случайно выбираем явление природы. Не случайно оно нам нравится, потому что мы, так или иначе, человек вообще склонен наделять многое своими качествами. И как раз это явление природы мы наделяем своими качествами, и оно очень хорошо отражается в этом стихотворении. Теперь медленно читайте, просто на вашем стихе разберем, чтобы остальным было понятно. Поехали. Я чувствую тебя любитель жизни. Любитель жизни, да, можно подчеркивать дальше. Властитель времени, источник перемен. Источник перемен, властитель времени, ну, мне пока непонятно. Что это значит для вас, если понятно, то хорошо. Про огонь понятно, про меня нет. То есть источник перемен, ну, какой вот огонь источник перемен, да? Как-то, видите, человек спроецирован. Тобою насыщаюсь. Насыщать. Ну, да. У вас постоянно звучит эта тема с насыщением, с наполнением энергии, видимо, это уникальность ваша. Ты и тлен, и остроту высвечиваешь сцен. Ну, высвечивать что-то там, проявлять, ага. И ввысь взмываешь только воду близне. Метафора непонятно. Ну, наверное, про взрыв. Ну, если вам понятен образ, да, то что нам-то нет. Ага. Ты нить от тех пещер, когда на звери шли предки с копьями. Хороший образ, интересный. И розовый рассвет еще не знал табу. И силуэт огромный, страшный, и все сводил на нет попытки разума глазам не верить. Ну, это про огонь. Ну, понятно. Ну, в смысле, здесь образы все. Это описательно. Нам нужны качества. Ты дивный танец нежности и силы. Ты дивный танец нежности и силы. Очень хорошо. Надежный проводник в бескрайние миры. Надежный проводник в бескрайние миры. Вот. Гипнотизер-любовник. Гипнотизер-любовник. Дикий рык рождается внутри, а ты гори, гори во мне, гори красиво. Понимаете, да, из этого стиха мы можем вычинить некоторые качества, свойства человека, на которые мы можем опираться. Вот на сессии у нас клиент сидит, и он говорит, у меня нет ресурсов. Я никто, я звать меня никак. Ну, давайте, я пойду попью копию, вы там пойдете погуляете, вот у вас есть 20 минут написать. Это же совсем быстро пишется. Здесь не надо стихотворное произведение. Напишите этот стих. Потом то же самое делаете. Заменяете его имя на, точнее, его явление природы на имя. И с ним дальше мы прямо анализируем его стих, и из этого вытаскиваем ресурсы. Людей очень сильно накрывает. Обычно они такие, о, ничего себе, это про меня очень сильно. Сейчас мы почитаем ваши стихи, тоже послушаем. Спасибо. Кто готов? Человек, который сюда поднимает руку первой. Да, вы с места, вы не входите в центр. Я понимаю, у всех якоря из школы, там надо выйти, прочитать стих. Ну, пожалуйста, пожалуйста, я не против. Про это. Без выражений, наверное, медленнее тогда, да? Можно? Ну, как хотите. Сначала надо с выражением, потом мы разберем. Вчера писал, торопился. Это хорошо. Текст походу. Не вообще, я не понимаю, не писал. О, Денис, ты бываешь такой разный. Иногда ты грустишь мне в лицо холодом и обжигаешь мои глаза. Иногда это тепло и запах свежих цветов. Согревающие объятия ласка. Бывает, что ты дуешь мне в спину и толкаешь вперед. Да так, что я или успеваю двигать ногами. А бывает, что тормозишь мой ход, затрудняя движение. Иногда ты дуешь справа или слева. В это время я могу даже остановиться и перевести дух. Я благодарен тебе. Твои потоки уносят старое, приносят новое. Подталкивают или тормозят меня. Ты помогаешь мне стать сильнее. Твои потоки уносят тучи и плохие воспоминания. Ты раздуваешь и тушишь пожар. Все в твоей власти. Ты наполняешь мои крылья в полете и несешь меня вперед. Ну вот, все понятно. Все понятно. Спасибо. Все там понятно. Там все. Танслейт и так понятно. Да, хорошо. Кто еще готов? Давайте, идемте. Тоже стих. Ты плавишь души, пепелишь сердца. С тобой одним знакома я. Я жажду меч взываю сквозь тебя. Хотя немного и боюсь себя. Ты яро, дерзок и манишь. И вспыхнуть призываешь вмиг. Зачем ты тухнешь иногда? Да, и прячешься за дым тогда. Ты не умня, ты мне сил даешь. А иногда и просто жжешь. С тобой я танцевать хочу. С тобой я в космос полечу. Однако ночью у костра бывает молча тлею я. Не знаю, сможешь ли понять, утешить, просто приласкать. И снова угле холод наступил. Никто меня не исцелил. И вот рассвет, за ним утро. Сожги меня, ты у меня грустно. Постой, прости, ведь свет хотели бы мы найти. Играли с искрами не раз. И мокрый дождь сражался в нас. Ты мой герой, ты победитель. Или коварный искуситель. Ты знал черед, ты знал свой час. И в тот момент не стало нас. Я вдруг осталась в пепелище, и свет погас моей актрисе. Здесь очень хорошо видно, как проявляется в человеке плюс и минус. Великий художник может сделать великое уродство при желании. В чем у нас талант, в том мы талантливые в минусе. То есть, если ты шикарно вдохновляешь, то в случае, если тебе надо кому-то закрыть вдохновение, то ты это тоже умеешь делать очень быстро. Ну, обратите на это внимание. У женщин есть талант вдохновлять мужчин, поддерживать. Но если у мужчин надо забрать вдохновение, сколько нужно секунд? Пару взглядов, одна фраза и мужчина. Это как раз про таланты. Обратите внимание, в чем вы сильны, в чем ваш плюс. В том, когда вы бываете в агрессии, в минусе, ваш минус. Тут у тебя хорошо видно, что ты можешь придать сил, вдохновить, а в случае чего потухнуть и затушить кого угодно. То есть, обращайте просто на это внимание. Если вдруг вы в военное состояние зайдете, в такое агрессивное, вы можете своим плюсом очень даже кому-нибудь накостылять. Но это я не призываю вас этого делать. Просто, когда вдруг вы это делаете, понимаете, что вы просто не в ресурсе или вы не в плюсовом состоянии. Кто еще готов? Давайте я буду вам приносить микрофон, что вы бегаете. Просто передавайте сами, да и все. В 4 утра в какой-то вселенной, по крышам домов и мостовых, идет неустанно стучит незабвенность, симфония осени, гаснущий дым. В 4 утра с дыханием ветра ты выйдешь во двор, он смоет печаль, очистит вселенную, смоет заветы и снова уйдет в незабвенную дарь. О, Анна, ты дыхание этой вселенной, ты даришь нам время предаться мечте. Но он не дописан на половой инстанции. Сейчас уже будет плохо дописывать, потому что вы уже знаете ответы. Можете дать своим детям, кстати, вам просто рекомендую. Вы можете посмотреть, если хотите увидеть некий талант и склонности ваших детей. Хороший способ. Это же в сторону арт-терапии, то есть в сторону творчества. Здесь вы можете увидеть как раз очень интересные вещи про своих детей, про их таланты, их способности, их уникальности. Потому что у многих родителей есть большой косяк, это стремление, значит, ну я молодец, и поэтому надо все свои плюсы передать ребенку. А ребенок очень часто, если особенно харизматичный, сильный родитель, ребенок очень часто антагонист родитель. Вот, и бедный какой-нибудь инфантильный такой, интровертированный мальчик, вынужден там под такой вот мамой, эгэй, которые в него вталкивают всякие качества, потом страдают. Вот смотрите, вот я прям подчеркну, вот еще раз спросите про витаминки, вот эту фразу. Даешь, ты понимаешь настроение, выводишь из депрессии, даешь витаминки, и самым благоприятным образом влияешь на людей планеты Земля. Вот, это вот, ну, это вот уникальность, ее можно сформулировать. Если вы как коуч будете работать из своей уникальности, не притворяться, потому что мы же часто в роли играем, и кто-нибудь там начинает это, начинает копировать там, не знаю, кого-нибудь, да, Гондопаса, Мерлина Аткинсон, меня, не знаю, неважно кого, там, хорошо себя, да, Гондопас, Мерлина Аткинсон, я, Господь, вот. Ну, не суть, я просто привожу, например, Пономареву, не знаю, Занина. То есть, вот не копируйте, вот терпеть не могу, вот эти клоны, да, вот бывает вот у некоторых, в некоторых школах, любых там психологических коучингов возникают клоны вот некого там преподавателя. Это не есть хорошо, вот мы сознательно программу даже собирали, чтобы были вообще разные преподаватели. Кстати, так между нами, тут оказывается прошла новость, что Нестика могут избрать директором Института психологии РАН. То есть, он будет главным психологом нашей страны. Представляете, по должности. Главным Академией наук по психологии. Вот сейчас есть такая версия, вчера вот тут узнал о ней. Понятно, да, дочитывайте. При твоем присутствии люди больше улыбаются, говорят друг другу хорошие слова, проявляют свои самые лучшие чувства. Ты бережешь нас всех от болезней, от плохого настроения, вдохновляешься на хорошие поступки и любовь. Спасибо тебе за то, что ты есть в Солнце, ты так прекрасна. То есть, смотрите, да, вот учитывайте, да, здесь даже ваша профессиональная уникальность отчасти проявляется, да, Денис, у тебя что там, видишь, у тебя там приносить обновление, у тебя что-то новое создавать, у тебя открывать, там у тебя прописано. Ну да, все в моей власти. Да, вас, видите, создавать пространство такой любви, поддержки, изменения. То есть, вы такой человек-ресурс, да, и если вы вот этим человеком-ресурсом станете для клиентов, вы будете и своей уникальности работать. Кто еще готов? Пару человек мы можем послушать и двинемся дальше. Сейчас, еще простите, маленькая реманка, потому что у вас у обоих Солнце. Вот Солнце, она имеет две фазы. Давать жизнь и сжигать нафиг. То есть, вот насколько сильно у вас проявлен плюс, вот когда вы в минусе, вот не дай бог просто. Вот, поэтому вот учитывайте. И если вы не в ресурсе, лучше прятаться от людей. Ну или людей от себя прятать. Хочу благодарить Татьяну за то, что дарит нам тепло, за то, что землю согревает, за то, что радует она. Со мною радуются дети, цветут сады, растут цветы, и жизнь прекраснее на свете, когда ты светишь с высоты. Ты наполняешь своим светом поля, луга и города, и пусть чудесный свет, свет и чвета, для нас не меркнет никогда. Пускай в пустыне каравану укажет путь сия звезда, помогут моряку найти, дам ему кода к дому, а хлебопашцу отдохнуть от тяжкого труда. Я восхваляю тебя, Таня, за свет теплый и благодать, за то, что есть на свете лето, ну там вот я не додумываю, а лето можно загорать. И не пора ли нам поддать? Хороший, конечно. Так, ну что, кто еще один человек? Я писала про туман. Молочные реки окутали утренние поля в центральной части России. Все как во мне. Говорим мы, подразумевая, что ничего вокруг не видно. Но ведь это и есть пейзаж, тот самый, который трудно застать. Невесомая, сливочная, прохладная я, рассеиваясь каждой секунды, но есть прозрачный и уступая место новому яркому солнечному дню. Хорошо. Давайте последний, кто там, вы поднимали руку. Передайте микрофон туда. А говорить какое имя или уже то, что... С именем, с именем, со своим читайте. Кому писали, какое явление природы? Рукея. Какое явление природы было? Ветер. Ветер. Екатерина, сила небес, ты наполняешь движением лес, море и горы с тобой заодно. Ласковым призом ты веешь с морей, и наполняешь дыханием людей, штормом бушевываешь и ураганом, крушая, счищая то, что наполнило хламу. Ты сильная, могучая, проникновенная, неуловимая и офигенная. Хорошо, ну что, запомнили? Еще раз, для чего эта история? Что с этим ей можно сделать? Это про проявление неких уникальных черт вашей личности. Это метафорическая техника, достаточно простая, такая детская, в некотором смысле, из аркотерапии. Но ее можно использовать. И она, когда человек не в ресурсе, особенно человеку, если нужен сильный ресурс или сильный прорыв, она очень хорошо его поддерживает. Причем вы же не внешне ее даете. То есть человек сам пишет этот стишочек, он сам как-то в этом процессе находится, а потом читает его, и вот, хоп, здравствуйте, интересный ресурс. Главное, особенно хорошо, когда у человека какой-то переходный этап, чтобы этот стих куда-то он написал себе, повесил его прям вот, и когда ему плохо, он посмотрел на него, вернулся в свое ресурсное состояние, и из этого ресурса пошел дальше. Сейчас будет еще один ресурсный процесс, он потребует от вас глубокого погружения в этот процесс, он будет групповым, то есть все в нем поучаствуют. Главное, чтобы он прошел качественно, вам надо будет расслабиться. Сесть удобно на своих стульях. Сделайте глубокий вдох и выдох. И вы можете сделать глубокий вдох и выдох, и еще один вдох и выдох, и с удобной для вас скоростью вернуться в пространство этого зала. Кто готов поделиться осознаниями и инсайтами после этого процесса? Есть у кого-нибудь какие-нибудь осознания после всего процесса? Прошу. Отсюда можно, да? Да, да, да. У меня такое осознание. Ну, то есть, вот я иду своим путем, я встречаю мудреца и спрашиваю, мудрец, скажи, пожалуйста, тот ли путь я выбрала вообще на земле, правильно ли я иду, либо вот это не мой путь. Он мне ничего не говорит, он мне дает вот этот талисман, как бы мой. И вот это некий талисман, который может откорректировать мой путь. Какие вопросы вы ему задавали? Я ему задала тот ли путь. А он что вам ответил? Он сказал, да. Отлично. А это талисман? А это талисман, который тебя по остановке и все. Супер. Урин и турин, как у Паула Кэлли, когда этот встречается с Милхиседеком. Ну, у меня так получилось, когда я уже забрался на вершину, мы стояли на друг другу и сказали, что нужно спросить вопрос. Он на меня посмотрел, и я просто смотрел и молчал, и ничего не спросил. Он ко мне потом подошел и сказал, ты уже знаешь ответы на все вопросы. Он коуч. А когда он дал мне сверток, и я развернул его, там не было ничего, и такое ощущение было, что это пустота, и я сам решаю, чем наполнить себя. Супер. Хорошо, кто еще готов поделиться? Мудрец мне сказал несколько слов. Верь, люби, твори, созидай. Дал сверток, и когда я спустился, развернул, там было семя. Семя, которое можно посадить, что-то новое, и только от меня зависит, что из него вырастет. По степени заботы, внимание, которое я буду уделять, это новая жизнь, которую я могу сам создать в себе. у меня очень интересный, такой вход в гору. Первое, наверное, такое удивительное явление, что я когда-то к дубе подошла, и как раз, ты сказала, прислониться к нему, ощущение было, что я стала этим дубом. То есть прям я вот этот дуб, я прям какой-то большой, прям дуб. И потом, когда нужно было выйти из дуба, то есть как бы я дальше пошла, такое ощущение, что все равно этот дуб идет следом, то есть как бы вместе. Цель дуба в медитации просто активизировать ваш внутренний потенциал. Да. Ну, в итоге потом туда к внутренцу пришла, интересно, он такой же почти дуб. Мы с ним поговорили, и в свертке, в котором он дал свертки, было написано «Ты есть жизнь». Супер. Кто еще готов поделиться? Все? Остальное ничего не создать? Ну вот у меня, я не знаю, наложилось ли это на те мысли, которые есть в последнее время или нет. У меня, ну, первое, общение с мудрецом, вот оно пошло в мысль «Ты можешь все». И когда спустилась, когда развернулась, я увидела очень красивую книгу свертки. Книгу и ключ. Притом, у меня автоматом вспомнился проект, о котором мы говорили, буквально пару дней назад я делилась мыслями. И когда я ее открыла, она была абсолютно пустой. То есть, и вот у меня это наложилось, я думаю, что то, что запланировано, стоит попробовать. Класс. Вот. Хорошо, коллеги, я вчера случайно нарвался на ролик с «Слава Полунин», даже запостил все на страницу. Я бы хотел, чтобы мы его посмотрели, потому что, мне кажется, он очень емко, очень по-простому, объясняет очень глубокие психологические, коучинговые вещи. Называется «Счастье дурака». Можно промотать там историю его жизни первые три минуты. он рассказывает о том, как быть счастливым. Не-не, меньше, промотай, назад. Долго мы сидели думать, что за признаки счастья. Ну, собственно, он рассказал целую огромную науку, да, про поток. Второй, пожалуйста, нажмите, включатель, а то я часть включил нашего света, часть не включил. Вот, про состояние, наоборот, да, про состояние выхода в поток и про инструменты, как человека, на самом деле, вы увидели, да, здесь, для нас и для коуча, он кучу инструментов просто дал, обобщил все исследования, какие только можно, для того, чтобы работать с человеком для выхода его в состояние потока, для того, чтобы он выходил в состояние творчества. Какие тезисы, кто запомнил? Ноги в воду, последние, да, тезисы, ага. Цени то, что есть, ага. Ух ты! Удивляйся. В самом начале, о чем он говорил? Играй. Да, вот Вадим Демчок сейчас тоже эту тему развивает, кто был у Демчока на спектакле, например, да? Сходите, вот просто посмотрите, как человек из потока работает, из дикого потока. Ну, вообще, вот любые его произведения, он же развивает теорию игры, но вот тоже очень интересное направление сейчас. Вадим Демчок, ну, купитман из интернов, все его знают, купитман, хотя он очень серьезный артист и хороший творец. Вот, то есть состояние потока, да, играй, и состояние потока это всегда ребенок. Понимаете, когда топ-менеджер приходит весь в мозгах, и он пытается смыслы понять мозгами, не сработает. Вам в любом случае нужно его в состояние потока, в состояние игры, в состояние творчества вовлечь, иначе не произойдет ничего. Дальше, чего еще говорить? Фантазия. Дальше, что еще? Делай то, что дзынькает, он говорит. Выражай себя, делай то, что дзынькает. Ну, он очень хорошо, вот он говорит, дает инструменты для выхода, но говорит о балансе. Это очень классно. То есть, он не говорит там, брось все, займись творчеством, едь в Гималайю, ну там, да, а занимайся тем, что твое, но при этом сохраняй баланс, цени то, что ты имеешь, не ружь то, что за тобой, потому что у нас русские люди любят, если уж в буддизм, то в буддизм, ну вот, если в Гималайи, то в самые гималайские Гималайи, то есть, полу, ну как это, помните, старый советский фильм Королева бензоколонки, подчинник подходит, говорит, 200 к полумерам, не привык. Вот про русских людей, то есть, вот без этого. Соответственно, хорошее видео, мы вам его сбросим куда-нибудь, да, Люба, сохраним его тоже, пожалуйста, я вчера нашел, прям подумал, как сократить длинную тему про поток, вот, в одно короткое видео Вячеслава Полудина, потому что есть целая у нас тема, это мы там часа два ее разбираем, а здесь он прям вот круто все собрал, и когда вам надо будет выводить клиент в состояние потока, просто советует убрать это видео, вы сами оттуда вытащите все необходимые инструменты, тем более, что у вас масса инструментария уже есть. Теперь про предыдущий процесс, про мудреца, методически, как он делается? Не символ драмы, конечно, просто вначале был лук, когда люди слышали лук, сразу, а, символ драмы, не, образы, да, все эти, как их там, мотивы, мотивы все были, там был мотив леса, мотив горы, мотив ручья, мотив лука, была вся классика, мотива дома только не было, я хотел его сделать, думаю, порвет вас совсем. Что там было? Значит, методически, сначала заходим на лук, это все мотивы из символ драмы, мы, может быть, успеем сегодня ее коснуться, не факт, пять основных мотивов, удивляет Ханс Карл Люйнер, кто не читал, может быть, вам будет интересно почитать катативно-имагинативное переживание образов, книжка такая у него есть, но это на самом деле хорошая методика, символ драмы, она очень мощная, из клинической психологии, мы в коучинге тоже используем немножко по-другому, и сегодня успеем, может быть, о ней поговорим. Значит, лук, после луга что идет? Дорога в лес, лес, в лесу что? Дуб, после дуба куда? К горе, на гору ведет, нет, ручей падает с горы, если ручей ведет на гору, то это... Да, течет ручей, тропинка рядом с ручьем, вот, и наверху, соответственно, говорит, костер, здесь сидит мудрец. Мудрец отвечает на вопросы, дает свиток, вы спускаетесь, внизу дерево, под деревом вы его распаковываете. Но это сюжетные линии, да? Лучше от тех мотивов придерживаться, потому что за каждым мотивом есть особый смысл. Лук — это безопасность, гора — это... лес — это проход сквозь страхи, встреча с дубом — это активизация своего внутреннего потенциала, уверенность, образ отца и так далее. Дальше вы выходите, гора — это образ достижений, на вершине горы... Опять же, падающий с горы ручей — это ресурсы, вдоль ручей идет тропинка, вы поднимаетесь, горит костер, образ мудреца, понятно, это архетип культурный, да, некий бородатый дядька, это некий европейский архетип мудреца. Советы, подарок — это ваша метафора. Кто-то что-то понял? — Да. — У каждого свои галлюцинации. Понятно, что никакого мудреца не было, это все советы, которые вы знаете сами, дают сами себе. Давайте 10 минут на перерыв сделаем и продолжим. Коллеги, есть вопросы к данному моменту какие-то? У нас остался последний двухчасовой сет, после этого часть из вас, наверное, большая даже часть, завершит обучение. У вас есть последние два часа, что-нибудь узнать, спросить, выяснить. Все уже все знаете, да? Да. — У меня вопрос был о символ-драме. Когда мы работаем с клиентом, он потом проговаривает все, что он видел, или он нужно это сразу? — Вы проходили символ-драму? — Ну, то, что вы рассказывали. — Это не символ-драма, еще раз. Это была медитация, это работа с образом. Это скорее в сторону вольпи. Тут мотивы символ-драмы используются. Вы в любом случае проговариваете после. — После? — Да. Вообще, это катативных методов всех этих, они так называются, да? То, что Лейнер как раз развивал в том числе. Тут лучше, чтобы человек был в потоке, в процессе, проходил их внутри, а потом уже осознавал. Вообще, у Лейнера, мы символ-драме все-таки успеем, наверное, сегодня в нее заглянуть кратенько, дальше сами будете читать. Он вообще предполагает, что ты даже особо и не делишься. То есть, ты проживаешь, хочешь, делишься, хочешь, не делишься. То есть, там терапевтическая техника, символ-драма, она предполагает, что человек сам внутри себя, просто переживая определенные мотивы, он терапевтирует сам себя. Она очень часто используется, особенно в клинической психологии, эта методика. Так, коллеги, переписали себе вот эти контакты? А вот вы зря их не переписываете, да? Вчера, точнее, в пятницу, это была не акция продать людей и их услуги. Просто я реально их всех знаю, это реально люди, на которые работают, делают что-то практическое. Рекламу найти, нормальных рекламщиков, сейчас каждый второй дурак этим занимается, мне кажется, в стране. Все бизнес-молодость пройдут, там какой-нибудь курс, реальный инстаграм, и все, он уже специалист в инстаграме. Просто, ну, это шикарный способ, легко поднять денег называется, заниматься маркетингом. Вот по инстаграму, я знаю, как люди продвигаются, я уже год ищу специалистов по инстаграму. Вот вроде нашли мы, с Андреем еще говорим. Потому что как это делается? Покупается программа за 2000 рублей в интернете, которая сама тебе боты долбит в инстаграме, потом создается красивая история о том, что ты вообще специалист по инстаграму, то есть инвестиции в открытие собственного бизнеса 2000 рублей. Потом просто всем активно рассказывают, что ты вообще мега спец по инстаграму, и формально действительно ты какие-то там действия выполняешь. На самом деле за тебя работает программа за 2000 рублей. Качество нулевое, но иллюзия, что ты что-то делаешь, есть. И даже клиент предъявить тебе ничего не может в итоге. Вот. Так, движемся дальше. Давайте все-таки докрутим карты. Ну, как докрутим? Мы их подкрутим. Разберите, во-первых, свои мешочки. Люб, раздай все мешки, какие есть. Выложим сейчас закрытую, перемешайте, выберите три карты. Это персона, да, положите пока. То есть три карты, вы же еще не знаете, про что вытаскиваете, уже вытаскиваете. Так, вы работаете на какой-то работе, да? Да. Давайте вот вы до этой работы, вы во время этой работы, и вы после того, как закончите эту работу. Три карты. И еще три карты сверху. Вы до замужества, во время замужества, и после него. А если после не планировать? Ну, в смысле, в итоге семейной жизни. Я шучу, конечно. Сработали? Да, сработали. Что можете о себе сказать до? Кнопочку. Да. Ну, вот, на самом деле, у меня таких два несочетаемых образа здесь идут. Тут рубашка и галстук. У меня это ассоциируется с тем, что да, предыдущая работа была, это очень строгие, если не деловые костюмы, ну, в случае с девочкой, да, это платье, это очень высокие кубыки. Корпоративный стиль, да? Да, корпоративный стиль был. У нас сейчас все гораздо проще. И синие волосы, ну, это, наверное, просто до жизни, это какое-то бунтажство, которое было скорее в жизни, нежели в работе. У меня вот два образа. во время, у меня почему-то замученный человек, чисто нервный, хотя не ассоциируется с реальностью, но при этом есть вот эта вот массивная шея, это, наверное, какая-то сила, какой-то опыт. Ну, и вот выражение лица, я тоже, наверное, вижу какой-то опыт приобретаемый. Угу, отлично. После снова человек в костюмах с этим мужчинам, что мне интересно. Ну, опять же, наверное, костюм, опять же, вижу опыт. Ну, если здесь вот это в процессе, это, наверное, познание, здесь это, наверное, то, что есть. И вот самого фонового образа, это, наверное, возможности. Угу, отлично. Давайте на замуж. До. Наверное, какая-то свобода образ, да, женщина. Ну, у меня какая-то светкость, светкость здесь, да, идет. По чокеру, по плечам, по прическе. Процессия, да? Во время, да. Ну, у меня здесь это какой-то домашний такой образ. Да, на смирене там, короткую степочку. Дрюшка, хотя пока не очень сочетается. Но, опять же, улыбка, наверное, какое-то спокойствие, счастье, зеленый цвет. Угу. Ну, и в итоге. Надо показать, да. В итоге замужество. Радиация. Вот радиация, да. Но у меня что-то такое инопланентное пришло, может быть, потому что не ассоциируется. Может быть, да, может быть, просветление. Вот здесь есть светлая точка на лбу. Ну, кстати, да, интересно, мужчина, работа в трикарте мужчина, мы же, на мужество трикарте, но это, наверное, тоже женский образ все-таки. У нас какой-то не с этой планеты. И, кстати, отсутствие взгляда, почему-то вот с тех, у нас с желтой глазами, не вижу врачков. То есть, вот какая-то картина. То есть, это будет космически. Ну, наверное. Хорошо, спасибо. То есть, простая вещь, да, но она позволяет независимо, видите, карта, человек достает, это вообще-то не про меня, но вообще-то это про меня. То есть, не важно, что он достанет, поэтому можете карты Imaginarium использовать. Вот тоже очень хорошо. Да, знаете игру Imaginarium, тоже абсолютно абстрактные карты. Их тоже очень часто используют в работе с... Люба, сейчас переключать слайд надо. В работе как раз с картами. То есть, это можно сделать я во время сессии, я до сессии, я во время сессии, я после сессии. После любого процесса вы можете, соответственно, с помощью этого простого инструмента с клиентом поработать. Что у нас там дальше? Ну, вчера, сегодня, завтра. Да, то есть, во времени. Это, кстати, сейчас назад, верни, пожалуйста. Вот видите, картинки представлены. Это... Как они называются? Кто, может быть, знает? Про индейское племя, в общем. Я забываю название. Морена. Морена. Да, это колода Морена. Это колода Морена. Вот, это про индейское племя, про отношения, про вот она как раз вот в эту сторону. Очень хорошая ресурсная колода. Рекомендую ее купить. Она очень красивая, сама по себе. Нам вообще, тут надо закупиться колодами. Вот прямое поручение, купить на следующей неделе Морену нам и купить еще одну персону. Да. Значит, соответственно, вот эта вот колода тоже интересная. И тоже самое... Это можно сделать и маками, опять же. Маки в этом смысле. Вот эта колода самая универсальная. Еще раз подчеркиваю. Вот это база. Без нее вообще работать нереально. Будь это мак, будь это как, но лучше ох, тогда уж. Да, либо мак, либо ох, как в третьей очереди. Мне эстетика как-то не нравится. Ну вот. Дальше. Техника журналистов. Сейчас ее будете делать. Значит, техника журналистов. У вас у всех есть карты. Вы сажаете клиента. Давайте клиента какого-нибудь мне сюда. Любого. На любую тему. Кто готов? Выходите в процессе, разберетесь. Вот, правильно. Кто-то думает, а кто-то выходит. Отлично. Хорошо. Какой у вас запрос вообще есть в жизни? Что вы хотите? Или не знаю, что хочу. Давайте я пока не знаю. Не знаю, что хочу. Отлично. Хорошо. Вытаскивайте любую колоду. Одиночество. Вам сейчас надо сочинить рассказ на эту тему, опираясь на эту карту. Внимательно, коллеги. Это очень важно тоже. Любой рассказ о любой ситуации. Коротенький можно, да? Да, да. Когда эти три человека были одни, потом пришла я и соединила их вместе в каком-то творческом таком, в творческом направлении по совместной деятельности. Класс. А можешь какую-то сюжетную историю, например, там, жили-были-ходили, там, что-то случилось, произошло? Ну, какую-то, ну, такую, да, мини-сказку, да. Ну, вот, жили-были три разных человека. Они любили, они страдали. А как их звали? Мужчины, женщины? Мужчины, это, наверное, три, это двое мужчин и одна женщина, их звали, не знаю, Сергей, Валентин и Марина. Сергей, Валентин, Марина. Да. Они все как-то из разных сфер, однажды они встретились на вечеринке и знакомились, стало интересно друг с другом общаться, и они все были творческими людьми. И как-то Марина оказалась в компании таким центровым человеком, они забацали в психальную группу вместе. Хорошо, а они просто вот, ну, забацали группу, что с ней дальше происходило? Ну, они просто стали выступать сначала в каких-то таких квартирниках, но потом вышли, ну, как бы сначала андерграунд, потом какие-то, ну, неблаготворительные, ну, такие, ну, бесплатные концерты, потом сняли ролик про себя на YouTube и получили большую известность и стали уже ездить, там, давать концерты в России и дальше. А что можно о Сергее рассказать? Ну, кто там, что он себя представляет как Сергея? Ну, кто такой? Сергей, ну, такой, да, будет, значит, тут сейчас я собираю, Марина, ну, не вокалистка, а Сергей, Сергей, барабанщик и Валентин, ну, гитарист. Сергей такой спокойный, вдумчивый интроверт, глубокий, пишет стихи, интересуется политикой, но особо ни с кем не обсуждает. А чего ему в жизни не хватает, Сергею? Сергею, Сергею, наверное, не хватает в жизни, ну, какой-то такой экспрессивности и, как это сказать, какой-то вот, позволит своему внутреннему нарциссу раскрыться. Ага. Он женат, не женат? Нет, он не женат. Да, он такой, сколько ему там лет, двадцать семь, например. Хорошо, а про Валентина что можем сказать? Да, Валентин, ну, наверное, такой очень социально ориентированный, любитель женщин, такой, весь из себя на показ. Ага. Ты любит на себя оценивать внимание. Хорошо. А про Марину что можно сказать? Она кто? А Марина, она такой, какой-то клей вот всей этой группы, такая, ну, она разная, она иногда спокойная, иногда такая, ну, циклойный тип такой. А если на ее жизнь со стороны посмотреть, как бы, вот, что там самое главное в ее жизни, что она там такое делает, вот, что ведущая сила в ее жизни? Ну, наверное, ну, творчество, ну, вот, любовь к своему делу, и вот этот кайф от процесса в каждый момент ее, ну, как бы, ее музыка, это ее жизнь. А если бы появился в ней такой волшебник Сулейман, золотая рыбка в ее жизни, что бы она попросила у него? А чтобы ее творчество как-то вот входило в сердца людей и что-то в них дожигало. А если бы она встретилась с коучем, какой бы запрос она на коуч все еще попросила? А запрос на коуч сессию как? Ну да, вот именно вот на Марининой жизни, вот вы со стороны ее смотрите, она там творческая такая, она реализуется. Что бы она захотела бы на коуч сессии? Она бы захотела как-то продумать шаги выхода группы на мировую аренду. Хотела бы продумать шаги выхода группы на мировую аренду. Супер. Как у нее там, она замужем, не замужем, Марина? Она в разводе. Она в разводе. Да, она чуть постарше, ей 30. А что она думает про мужчин вообще? Как она к ним относится? Она любит мужчин. Каких? Ну, она, на самом деле, она уважает мужчин, да. Любит их. Потому что это очень интересное взаимодействие, какой-то другой мир. Зверушки. Каких? Каких? Ну, интересных. Ну, в большей степени планы для себя, да, интересных. Каких-то творческих тоже, с кем можно, ну, что-то такое накреативить. Класс. Ну, давайте какой-то итог подведем. Да, мы дальше не пойдем уже, это будет нарушением этики. Как вам этот рассказ, о чем он вообще, вот, для вас лично? Как, Марина, имеет какое-то отношение к вашей жизни? Ну, как вот проекция чего-то такого творческого, ну, да. У вас нет никакого запроса там что-нибудь увеличить, выйти на мировую арену? Ну, ну, есть. Спасибо. То есть, это очень простая техника, но она вообще, на самом деле, жестячная. Суть состоит в том, что человек очень быстро начинает рассказывать любую информацию про себя через метафору, любую просто. Можно спрашивать все, что вы хотите. Ну, все, что вам адекватно надо, конечно, потому что с помощью этой техники можно выяснить вообще все. Я первый раз узнал ее в институте, помню, ух, я там развлекался. Столько узнал про однокурсников, с некоторыми перестал общаться сразу же. Ну, вот. Потому что, то есть, здесь просите человека, берете любую карту. Карта не имеет никакого совершенно значения, да. И просите человека рассказать любую сюжетную историю. Цель просто, чтобы человека отвлечь, по факту, человека от событий. Ну, если там сюжет бывает, правда, в этом сюжете отражаются очень ярко его какие-то события, которые в жизни происходят. Например, его кусают змеи, это значит, что-то происходит, да, там какой-то перелом происходит, кто-то умирает. То есть, вот такие сюжеты, они обычно говорят о каких-то проблемах, которые у человека в жизни происходят. Вот. Неважно, какую историю он рассказывает, дальше вы быстренько понимаете, на какого из персонажей он проецирует сейчас свою личность со своей историей. Видите, я специально ушел в Сергея, чтобы отвлечь еще дальше клиента, чтобы он не заподозрил, что я хочу. Про некого Сергея просто спросил. Там была разница. Причем, как понять? Ну, во-первых, здесь было понятно, что единственный персонаж – женщина. Обычно люди проецируют себя на свой пол. Не всегда бывает такое, когда сбивается. Но здесь есть четкий индикатор, который отражает понимание, когда человек говорит о себе, когда человек говорит о других людях. Когда человек говорит о других людях, ему сложно. Он думает. А когда он говорит о себе, он об этом персонаж говорит очень легко и быстро. Здесь было видно, когда Сергей приходил задумываться. А тут уже о Марине все четко было. По Марине уже шел конкретный рассказ. И дальше можно задавать любые вопросы из любой области, с которой вы собираетесь работать. Личная жизнь, предпочтения, деньги. Неважно что. Бессознательно все в рамках этого рассказа вам всю информацию выдаст. Вы можете эту информацию позадавать. правильные вопросы. И дальше спросить, как... Ну, то есть, мы, конечно, можем сесть и сказать, ну, вы знаете, судя, есть такой закон проекции. Вообще, это вы сейчас про себя рассказывали. Это вы будете психологом. Можно как коуч пойти сказать, отлично, что для вас это было? То есть, вот, насколько вот эта Марина, она ассоциируется с вами? Насколько Марины события, они вам синонимичны? И клиент скажет, блин, точно, да. Это про меня, вот это про меня. Что-то, может быть, он вытеснит, не захочет об этом говорить. Есть понимание? Будете тренироваться? Вот, я вам предлагаю доусугубить эту историю, и вам будет задача не просто рассказать историю, а сочинить сказку. Сочинить прямо сказку по поводу карты. Давайте каждый вытащит по карте, прям каждый. В парах поработайте, ладно. Колоды разделить можете, или вытащите из общей колоды, только поверните потом в колоду. Потренировались, я думаю, здесь достаточно все понятно. Теперь переходим к следующей важной части. Это работа с системами. Система – это семья, компания, дружеская компания, в общем, любое объединение людей. У кого есть какой-нибудь системный запрос, например, что-нибудь хочу изменить в своем подразделении, или конфликты в семье, не знаю, как их решить. Какой у вас запрос? Подразделение. То есть в организации там сомненный подразделение, и нет системы для чего-то. Отлично. Хорошо. Коллеги, советую подойти. Так, ну что, выкладывайте свою систему, то есть кто в этой основные существенные персонажи, то есть если там компания 2000 сотрудников, то есть основных там, ну, желательно до 10 основных персонажей. Можете в открытую выбирать? Я вам советую все-таки в открытую это делать, то есть выбрать основных сотрудников. Коллеги, рекомендую тоже в открытую это делать, то есть здесь нету задачи вскрыть какой-то внутренний там, да, то рисунок будет излишним. То есть здесь надо, чтобы у человека карты ассоциировали с конкретным персонажем из его системы. Вы как выбираете кого-то? Я вам советую, видите, как сделать? Вот так можно сделать. Просто их отложите, а потом уже выйти. Уберем лишнее. Поехали. Спасибо. 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 Они стоят. Серьезное дело. Я стараюсь. Все, да? Да. Хорошо. Рассказывайте, кто есть кто. Значит, это два собственника. Это служба безопасности. Сначала служба безопасности. Это, скажем, ну скорее собирательство. есть в организации такие ключевые женские должности в одном отделе женской должности, в другом отделе женской должности это тоже собирательный образ это начальники отделов а вы где? я вот здесь а это тоже собирательный образ сотрудники по всем разделениям ну так нельзя, потому что что еще сотрудники там же есть люди принимающие решения сотрудники являются людьми принимающими решения? маловероятно кнопку нажали? это новый принятый человек, который вообще никто не знает вообще, что он делает он начальник над начальниками, но что он делает никто не понимает хорошо, как выглядит структура сейчас? можете ее разложить? ну вот, собственно, как бы я так и разложила два собственника здесь вот эти женщины она одна, их несколько их несколько, а в одном отделе, ну, собственно, приближение ну, давайте так так вот так ну так, несколько нет, две две женщины, да? так, это служба безопасности это даже скорее один начальник в одном отделе конкретно здесь вот тоже вот так вот женщины вы можете их называть отделы как-то? значит, это отдел продаж это вот здесь вот женщины, это вот этот вот непонятно кто здесь я хорошо, в чем проблема? значит, проблема в том, что в организации существует шесть отделов нету никакой структуры то есть, организация работает давно как она функционирует, никто не знает совершенно непонятно значит, бизнес-процессы не налажены при этом собственники поставили задачу увеличить объемы в три раза вот, собственно так вот, собственно так значит, среди отделов, соответственно, существует конкуренция начальники отделов пытаются приближить, собственно, их на свою сторону то, что их отдел самый важный я понимаю, у вас есть какой-то масштаб влияния на все это? или вы просто потребитель этой истории? есть масштаб влияния, поскольку я являюсь менеджером персонала в единственном лице то есть, я состою то есть, я одна единственная я же отдел вы HR? да, я HR, да мы директоры HR и все такое вот, собственно, меня взяли туда, на эту работу для того, чтобы я наладила именно процессы как бы вы видели хорошую структуру того, что было бы, когда компания работала? как ее сделать адекватно? как структуру? чтобы вы перестроили эту структуру? ну, это, да это, да это, да это, да ну, какая-то то есть, нужно убрать просто не нужно извинить просто надо уволить, я правильно понимаю? ну, либо, допустим, все-таки вот женщины эти, они вот эти они все-таки как-то решение не принимают, но какое-то влияние имеют да, но, там, такое влияние, что, ну, и как-то они дальше должны находиться а это вообще убрать хорошо как бы на вот это посмотрели собственники вот такую структуру ну, здесь тоже вот как раз среди собственников тоже есть некая проблема это два совершенно разных человека один собственник, вот этот, допустим он вроде как он есть он вкладывался в бизнес, но он занимается путешествиями, он появляется очень редко вот, а вот этот собственник, который тоже он в какую-то часть вложил, пытается все контролировать но, по сути, он не в теме то есть, этот, несмотря на то, что он путешествует он как-то в курсе того, что происходит в отделах а этот не в курсе, что происходит но пытается все контролировать и, вот, нанимает вот таких вот людей которые, вот, что-то должны делать но никто не понимает, что что делать в этой ситуации кто является лицом, принимающим решения в итоге они вдвоем принимают, они собираются могут там весь день просидеть и вдвоем приходят к какому-то соглашению что дальше делать а вот, если вот эта структура вот так перестроится как вы нарисовали не произойдет ли падение чего-нибудь продаж, например вот, убрали женщину за дело продаж я так понял какие будут эффекты вот от того, что вот вы вот так вот произведете изменения женщину можно оставить в продажах ну, а эта женщина, она все равно тоже вот эта женщина, где она находится? она находится вот здесь вот рядом ну, скажем... что между ними? какая связь? я теряюсь в догадках но там, как бы, они давно вместе там, может быть, какие-то дружеские отношения, еще что-то ну, девушка, она, как бы делает какие-то там по бухгалтерии функции, но, собственно, не ключевые скажем так вот, то есть какие там отношения, я не знаю и если сделать вот так какая эмоциональная реакция будет у этого гражданина? ну, честно говоря, я думаю, что спокойно это все у вас примется то есть если, это точно, это абсолютно точно не любовница, то есть если об этом речь нет, речь ни о чем то есть если там как-то, да то есть тут я думаю, что нормально будет вот это вот а как она будет влиять на систему, когда ее будут изгонять? а что-то может сделать? ну, скажем так, есть кем ее заменить в принципе, но никак она на систему, в принципе, никак не влияет угу, то есть ее можно убрать? да окей, вот к такой системе которую вы построили, как к каждой из них отнесется? вот он как на вот эту систему посмотрит? все ли ему хватает в этой системе? вот этому, вот этому, каждому персонажу из этой системы? вот этому хватает который путешествует ему вообще хватает просто он постоянно путешествует ну вот этот вот он я так думаю, что не захочет убирать от этого человека потому что он, скажем вокруг себя старается собрать людей которые вот его будут поддерживать а этот человек это судя по всему не давно с ним работает и это как вот ну не знаю там подушка безопасности на кого опереть с кем поговорить там ну грубо говоря вот здесь даже не столько функций сколько вот ничего делаем свой человек чё с ней делать У нее намерение какое? Да никакого, она сидит там просто получает хорошую зарплату, да, и все. То есть если она будет продолжать получать зарплату, она на систему никак не влияет? Никак не влияет. А что вы ее двигаете? Жалко чужую зарплату? Нет, ну опять же, с точки зрения оптимизации, то есть вот этот собственник, он хочет вкладывать минимум и получать максимум. То есть он экономит на действительно существенных вещах, которые нужно делать, и в них нужно вкладывать деньги. И готов просто платить зарплату за то, что они там друг друга знают давно. Ну это его деньги? Ну да. То есть если бы он платил ей зарплату и вкладывал существенные вещи, вы были бы спокойны? Ну скажем так, если бы он готов был вкладывать в отдел, где я работаю, и чтобы этот процесс шел более как-то, ну быстрее, я была бы спокойна. Если бы он просто платил много денег, то вообще бы вы их оставили в покойцах, да? Нет. И не мучили, например, женщину не увольняли от мужика этого нищего. Ну вот этого вообще он не нужен, все против этого мужика, и тут ладно, можно оставить. Главное, чтобы платили. Хорошо. Ну вот этот мужик реально, он просто палки в колеса вставляет всем, то есть он везде входит во все отделы, начинает выяснять, предлагать какие-то бредовые идеи. Откуда он взялся, никто не знает, все, в общем, вешаются от него. Женщины хотя бы никого не трогают. Отлично. Отлично. Вот этого, значит, устроило бы такое изменение? Да. А вот этого? Мужик его убран. Ну я думаю, что если ему опознавать вот неэффективность вот этого человека, я думаю, что его это тоже устроит. А как это сделать? То есть есть некая задача вот того, на которую он его поставил. Кто будет закрывать потребность, которая есть у руководителя вместо него? Честно говоря, вот до этого закрывалась эта потребность, то есть все начальники отделов, ну вот в частности, он очень тесно контактирует с отделом продаж, то есть он влезает очень сильно вот в этот отдел, и вы как вставляете палки в колеса, отдел, на мой взгляд, стал менее эффективен, что отражается на мне. Мне начинают ставить тоже новые задачи, что там нужны люди, нужно там то-се, там и так далее, налажены какие-то процессы. До этого организация существовала, и все было нормально, то есть как только появился вот этот человек, начались какие-то проблемы. Поэтому все начальники отдела, в принципе, они свои задачи, свои функции выполняли нормально. Хорошо, а как закрыть потребность собственников, в три раза все это увеличить, убрав этого мужика? Как увеличить все в три раза? Я считаю, просто нужно нанять человека, который может организовать именно вот этот бизнес-процесс, которых нету в принципе в организации, то есть структуры. То есть они работают отделом, они больше как интуитивно там на людей как-то держатся, которые давно работают. А этот человек, он вообще немножко из другой сферы пришел, то есть никто, вот я говорю, никто не понимает, что он делает. Правильно я понимаю, что есть некая позиция, на которую есть потребность поставить человека, но поставили его просто неудачно? То есть есть некий систематизатор, который нужен? Да. Но поставили какого-то не того? Да. Что делать в этой ситуации? В HR? Ну я уже нашла кандидата, который, на мой взгляд, может подойти на эту должность. И? Вот, ну вот они уехали в отпуск, два собственника на неделю, вот через неделю я с ними встречу покажу. То есть задача ваша пойти к ним, да, и с вами проговорить этот момент, предложить им этого кандидата. Да. Как пенализировать уход вот этого персонажа, если вдруг они скажут «да»? Пойди в службу безопасности. Вас застрелили, что ли? Спасибо. Что за решение ухода в драматике? Нет, просто начальник службы безопасности, он тоже имеет влияние на всех сотрудников. И через него в любом случае и приходят люди, и уходят люди. Поэтому, собственно... Приходят сами, уходят в предополагании. Ну, собственно, если собственники примут решение, ну, в сторону вот этого нового кандидата положительное, то поговорить со служб безопасности, чтобы мы поговорили с ним, что, собственно, все, заседаем. Угу, я понял. Хорошо. А кто может быть вам помощником, соратником в вашем процессе? Какая коалиция может возникнуть у вас? Вот, начальник службы безопасности. То есть вы к кому сначала пойдете? К собственнику или к начальнику собственной безопасности? Сначала к нему. Потому что он имеет влияние на одного из собственников. То есть вы сначала продадите этого кандидата сюда. Да. С предложением этого. Да. Потом этот пойдет сюда, правильно понимаю? Да. Потом вы такая красивая к ним придете и окончательно. А потом этот, возможно, поговорит с этим, ну, скорее всего. Угу. Вот. А потом, да, я вот приду и покажу безумный. Угу. Как это решение для вас? Нормально. Ну, надо попробовать. Страшно немножко, ну. Угу. Хорошо. Что-то интересное было для вас в этой сессии? Ну, да. Вот интересно было, что вот вроде как с этой женщиной. А потом, да, ну ладно. Пусть живет. Вообще, да, вы пытались, я напомню, вы пытались всех женщин из коллектива. Вы бы не пытались. Потом все-таки вы оставили, ладно, ладно уж, пускай. Потом вторую, потом все-таки, ладно, пускай живут сволки. Так уж, конечно, придется потерпеть. Ну да. Вот так бы были все эти несколько женщин. У нас и так там их не так много. А спопчаные. У вас много, а я одна. Да. Хорошее решение. Угу. Есть какие-то мысли, да, что делать дальше? Ну да, то есть, я думаю, что все равно как бы на одном этом вот резюме в новом кандидате я не остановлюсь. То есть, надо еще будет кого-то более адекватного найти, кто вот именно разбирается в сфере вот этих бизнес-процессов. Ну, собственно, несколько вариантов предложить и, возможно, будет принято какое-то оптимальное решение. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Да, спасибо. Смотрите, когда мы с семьей работаем, коллеги, здесь очень часто можно делать вот так, например, да. Если сближение членов семьи, то можно двигать карты и прямо эмоционально спрашивать, какие эмоции у них возникают от того, что они сближаются. Или расставание, какие эмоции происходят, если они расстаются. Как эмоционально реагирует каждый член системы на перемещение в этой системе, какие у него эмоциональные отклики. То есть, эти процессы можно, ну, с помощью вот этих вот процессов можно, скажем так, улучшить видение процесса. И плюс еще вот есть такая колода, я напомню, какие-то решения есть в компании или в группе или в системе нужно принимать, можно вытаскивать в темную любое решение и клиент будет видеть какие-то свои новые возможности. как раз вот то, что развести силы. Есть вот этот центр, и вот четко, чтобы была вот эта структура, каждый отдел, чтобы был вот разделен на... Ну, вот видите, да, в шариках кто-то что-то видит. Вот. Хорошо. Разбираем колоду персоны по чуть-чуть. Предлагаю вам потренироваться системным коучингом, то есть, поработать с системами. Так. Ну, карт не так много. Раздеть, чтобы у каждого было хотя бы карт по шесть, по семь. Хорошо, коллеги. Завершаем. Обращаемся сюда взглядом. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! Следующая техника называется «Какой я?». Это тоже техника, которую можно использовать на картах персона. В слепую клиент вытаскивает три карты, какой я, например, дома, какой я на работе, какой я в семье. Любые контексты, если мы видим, что клиент, например, по-разному проявляется, у него есть некий внутренний конфликт, где он по-разному проявляется между разными контекстами своей жизни. Какой я с детьми, допустим, какой я с женой, какой я с любовницей. Тоже вариант. Какой я с начальником, какой я с подчиненными, какой я с равными мне по званию. И с помощью этой техники можем посмотреть, причем надо, я еще раз подчеркиваю, вставать вслепую, чтобы человек провоцировался рассказывать глубинные вещи, которые отражают какие-то его особенности. К этой технике можно также дополнять, что меняется, когда появляется кто-нибудь, что меняется, когда рядом дети оказываются, что меняется, когда рядом появляется начальник. То есть, опять же, показать человеку какие-то особенности его поведения в разных контекстах. Какой я на самом деле, каким меня видят другие, можно тоже спросить для того, чтобы раскрыть какие-то ресурсы, целостность человека, проявить и так далее. И еще ряд техник в завершении нашей темы. То есть, в работе с системами выстраивания семейной модели мы можем выстроить семейную модель с помощью карт Персона и дополнить ее, например, какими-то ценностями из этих карт. То есть, что мы можем сказать о нашей семье. Выстроили модель из карт Персона, расставили их, и из этих колод можно добавить какие-то тезисы, которые отражают индивидуальные 3-4 особенности этой конкретной семьи. Выстраивание структуры компании. Еще есть очень хорошая вещь, это если, опять же, вам нужны ресурсы, какие качества помогали бы, допустим, человек ставит какую-то цель, я хочу там, не знаю, больше зарабатывать. Как бы я посмотрел бы на эту цель 18 лет? Какие бы плюсы я взял бы оттуда? Какие бы плюсы я взял бы из своего 30-летнего возраста? Какие плюсы бы я взял бы, если бы мне было 80? Как бы я посмотрел на эту цель? И когда мы вытаскиваем три карты в разном возрасте, мы можем из разных контекстов почерпнуть разные понимания. Допустим, в молодости он бы сказал, я бы больше рисковал, в 30 лет я бы там подошел осознанно, в 80 лет я бы выбрал направление, которое является перспективным. Все это соединяем, получается достаточно целостная картинка. Угу. Есть понимание по техникам? Да. Сейчас будет полноценная тренировка, то есть полноценная коуч-сессия в одну сторону по картам. С любым запросом, прямо один является клиентом, другой является коучем, третий является супервизором. В троечке объединяемся и полноценно проводим целостную сессию по картам. Кому-нибудь могу дать карты персона чуть-чуть. Хорошо. У нас не так много времени, осталось две важных темы, они все на грани клинической психологии и терапии. Это тема символ драмы и тема переживания горя. Символ драмы по-другому называется катативно-иммагинативная терапия или катативно-иммагинативное переживание образов. Я в первый раз за последние пять лет выговорил эту фразу. Без запинки. В общем, это правда и есть фундаментальная книжка Ханс Карла Лейнера «Катативно-иммагинативное переживание образов». Можете ее прочитать, там все подробно об этом написано. Лейнер говорит о том, что есть пять основных мотивов, и он утверждает, что эти мотивы являются некими архетипами нашего бессознательного. Работая с этими архетипами, мы терапевтируемся, мы находим какие-то новые решения, мы лечимся. И я повторяю, что очень часто эта методика, символ драмы одна из самых популярных, она применяется очень много в терапии и в клинической психологии. Метод немножко волшебный, направлен на то, что мы работаем с тем, что не видно с первого взгляда. Если основная идея коучинга, в принципе, всегда простроить некий мэй, план действий на достижение результата, установка цели по огромной модели, то символ драмы – это то направление, которое, собственно говоря, работает не с сознательными вещами, оно работает на уровне подсознания. Давайте для начала разберемся с вопросом, что такое подсознание. Кто как понимает вот эту формулировку? Коллеги, ну это экзамен скоро, что ли? Это истинное желание. Истинное желание. Супер. Ещё? Ну кто как понимает ваше рассказы? То, что подсознание. То, что подсознание. Ну окей, давайте тогда так. Истинное я. Истинное я. Давайте начнём, поскольку у нас про психологию немножко я сделаю крем такой, что у человека есть два полушария головного мозга. Нейрокоучинг. Да. Это к вопросу нейрокоучинга. И подсознание – это, собственно говоря, работа двух полушарий головного мозга. Когда мы начинаем коуч-сессию в формате нейрокоучинга, мы начинаем с того, что так называемые двухминутные лекции рассказываем человеку о том, что у него есть два полушария головного мозга. Как это не удивительно? Одно полушарие чаще всего специализируется на числах, цифрах, на знаках. Второе – на образах. И когда мы говорим о работе подсознания или бессознательного явления, мы говорим о том, что сейчас мы немножко притормозим работу одного полушария, которое чаще всего у нас очень активно работает, логическое мышление, выводы. И немножко усилим работу второго полушария – образы, картинки, чувства. Тот материал, который находится в формате бессознательных реакций. И Лейнер говорит о пяти основных мотивах. И первый мотив, с которого начинается любая сессия, то есть это классическая каноническая методика, она заключается в том, что мы попадаем на мотив луга. Вот сейчас у нас с вами была медитация небольшая, я начал с луга. Почему с луга лук – это отражение нашего бессознательного? Давайте сейчас мы, наверное, закроем глаза, проживем все мотивы коротенько, потому что будет неинтересно. Так вы сейчас сможете что-то про себя понять. Просто мы погуляем по мотивам, я не буду вас терапевтировать, мы просто по ним походим в бессознательном, а дальше будем рассказывать, и вы что-то для себя сможете заметить из этих мотивов. В процессе понаблюдайте, что будет происходить с вами, с точки зрения у человека. В процессе, пока вы идете по этому мотиву, что происходит с вами здесь и сейчас, какие чувства, какие-то ощущения и так далее. И я попрошу вас сесть в максимально удобную позицию тела, расслабиться, поставить что-нибудь симпатичное, или кого-нибудь симпатичное. Да не забыл, что на этих телефонах у тебя нет нормального порта. Сейчас секунду. И даже если вы слышите высказывания, микрофон или шумы, которые... С каждым высказыванием ваше бессознательное расслабляется все больше и больше. Веки становятся тяжелыми, чем больше вы слышите мой голос, тем легче становится вам, многие проблемы решаются, а денег становится все больше. Ну вот именно благодаря тому, что это... Это методика Ханс Карла Лёния, или кого-то еще. Это вообще не важно, чья это методика. Самое главное, что денег просто становится больше. И с каждым вдохом вы больше расслабляетесь, а с каждым выдохом у вас уходят проблемы. Даже когда вы слышите звук вокруг, это всего лишь способствует... Это деньги, это звук денег, у вас уходят вокруг вас. Просто вчера коллеги просили про деньги, я поэтому импровизирую. Хорошо, ладно, все, шутки в сторону, вдох-выдох. Вдох-выдох, коллеги. Действительно, расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох, а на выдохе отпустите все заботы. Забудьте, что вас ждет сложный экзамен, который половина не сдаст. Я шучу. Сделайте глубокий вдох. И выдох. И еще один вдох. И выдох. И представьте, что вы проснулись рано утром на отдыхе, на море. И вы спокоен, проснулись раньше, чем ваши любимые люди. Почему-то проснулись рано, но у вас есть глубокое желание пойти погулять. Еще все спят. Тишина. Вы проснулись, вы выходите из своего номера, идете на берег моря. Солнце только встает. Море достаточно спокойное, тихое, расслабленное. И вдруг вы, гуляя по пляжу, замечаете, что на берегу, к берегу привязана маленькая, но очень красивая лодка. И вы садитесь в нее, в эту лодку. Пляж абсолютно безопасный, море тихое, спокойное. Вы садитесь и сидите на лодке, а лодку качают волны. Вы смотрите, как восходит солнце, теплые лучи прикасаются к вашему лицу, лодка качается, и вы засыпаете. Вы засыпаете, и вам снится сон, прекрасный лук. что это не волны качают вас, а это ваша мама держит вас на руках. А вы маленький ребенок. И вас медленно качают и убаюкивают. И вам совсем хорошо и спокойно. И вот там, в этом сне, вы засыпаете опять. И вам снится прекрасный лук. Это, может быть, лук из вашего детства, а может быть какой-то неведомый лук. Это просто лук. Побудьте на этом лугу. Вдохните ароматы этого луга. Ощутите себя на нем. Оглядите его вокруг. Вы на этом лугу можете делать все, что вы захотите. Можете летать, бегать, отдыхать, спать. Насладитесь этим лугом. И с этого луга вы можете пойти куда-нибудь направо или налево. И вы можете на этом лугу обнаружить что-нибудь. Например, гору на окраине луга или ручей, или дорогу. А может быть, все вместе. А может быть, лес. Оглядите все пространство вокруг себя. И действительно, на этом лугу оказался прекрасный ручей. Подойдите к этому ручью. Посмотрите на прозрачную воду. Вы можете окунуть руки в эту воду. Вода холодная, но приятная. Вы можете умыться этой водой. Можете сделать все, что вы хотите. Я предлагаю вам прогуляться вдоль этого ручья. Или вверх, или вниз. Дышите сами. Взгляните на небо. Вы идете, а на небе большие красивые ватные облака. Может быть, похожие на каких-то зверей. И теплая трава. Может быть, вы, кстати, идете босиком. По этой траве и трава прикасается к вашей коже. Она приятная, хорошая, мягкая, обволакивающая. Прогуляйтесь вдоль этого ручья. Оглядите пространство вокруг. И вот вы идете вдоль ручья. И на горизонте начинает появляться гора. Оглядите эту гору. Большая она или маленькая. Высокая. Есть ли на ней деревья или нет их. Я предлагаю вам сделать маленькое чудо. Все умеют щелкать пальцами. Я предлагаю приготовить пальцы сейчас. Щелкнуть и оказаться на вершине этой горы. Раз, два, три. Или на вершине горы. Подумайте, как было бы на нее подниматься, если бы не было этого волшебства. Легко бы вы на нее поднялись или тяжело? Высокая ли это гора? Глядите пространство вокруг. Что вы видите вдалеке? Что вы видите сзади? Что вы видите справа, слева? Смотрите. На склоне горы виднеется дом. Красивый, прекрасный дом. Давайте прогуляемся туда, в этот дом. И вы медленно спускаетесь с горы. И оказываетесь в доме. Вот коридор этого дома. Разные комнаты. Найдите в этом доме спальню. Найдите в этом доме спальню. Сколько людей живет в этом доме? Если в этом доме дети. И вы выходите из этого дома. И оказываетесь на прекрасном лугу. А на окраине этого луга Виден лес Капушка лес Подойдите к капушке этого леса Вдохните аромат леса Почувствуйте его Стоите на краю леса Вдруг ваше сердце начинает делать Потому что оно предчувствует Что кто-то сейчас из этого леса выйдет Это будет какое-то удивительное существо Это будет какое-то фантастическое существо Встретитесь с этим существом Какое оно? Доброе? Или нет? Как оно выглядит? Как оно к вам относится? Кто вы для него? Что хочется вам сделать Обносить для этого существа? Обнять, поцеловать? Я не знаю Как-то провести время? Разрешите себе это сделать А теперь отпустите его Пускай идет в лес обратно И я предлагаю вам сейчас вернуться на середину вашего луга Лечь в траву Вдохнуть аромат полевых цветов И просто посмотреть на небо Увидеть красивые облака Просто расслабиться И у вас будет 30 секунд на этом лугу С этим небом С этими запахами С этими звуками Для того, чтобы Наполниться ресурсом Наполниться силами Редактор субтитров Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Значит, горы, понятно, мотив достижений, если я смотрю перед собой то, что я вижу, это мотив моего будущего, то есть что я вижу в будущем, если я смотрю с горы и вижу там горящий нефтезавод, вот, не очень хорошо, да, если вижу какой-то красивый поселок, дорога, там, луга, поля и так далее, прекрасно. Назад это прошлое, право-лево я не очень помню, а? Нет, будущее прямо, почему? Будущее всегда впереди, с правой стороны это чаще всего некие мужские образы, некие движения, с левой стороны это больше женские образы, больше эмоций и так далее. В символодраме есть очень такой ключевой вопрос, если сложность возникает с каким-то вновь появившимся образом, я вижу ветряную мельницу, ну, что это, о чем ты, мы зашли на гору, у тебя тут ветряная мельница, всегда можно конкретизировать, какие чувства в этот момент ты испытываешь, и мы понимаем смысл этого образа дальше как таковы. Мотив дома – это мотив коммуникации, мотив отношений, спальня – это тема с сексом, то есть если там односпальная железная кровать, панцерная – это одна история, если большая, широкая, красивая, там, застеленная – другая история, третья – там, не знаю, там, научники, там, не знаю, что еще. Это третья история. Опять же, в доме кто там живет, если это дом одинокого человека, одна история, если дом с детьми – это другая, там, много ли комнат, есть ли кабинет, есть ли камин, но это все будете читать уже подробно, потому что символ драмы – это целая отдельная методика, ее надо вообще несколько лет, можно изучать. Так. А? У вас есть описание? Катативно-иммагинативные переживания образов Канг-Скарна-Люнера. Так. Следующее. Ручей. Ручей – это ресурсы, то есть если я иду вдоль ручья, вниз, это я иду в будущее с опорой на ресурсы, если я иду к источнику ручья, то я иду к истоку своих ресурсов. Опять же, вода какая, смотри, вода белая, прозрачная, вкусная, животворяющая или грязный весенний поток какого-нибудь непонятного содержания. И последний мотив – это опушка леса и животное, которое оттуда выходит, то есть это сверхзначимый человек, конфликты часто через это животное прорабатываются, то есть какое-то вот сверхзначимое существо, отношения часто, какие-то учителя, там, не знаю, наставники и прочая история. Лес, если в лес в глубину идти, то это часто проход через внутренние страхи, там в лесу может быть болото, топь, то есть это проход через какие-то страхи, переживания и так далее. Вот такой маленький анонс вам символ драмы, тема большая, ее вы уже там можете сами изучать в подробностях. Она в подробностях будет представлена у нас на… В рамках программы по гипнозу мы будем очень активно изучать именно вопросы гипнотического влияния, глубинных трансовых состояний, и части есть в нейрокоучинге. Да. Очень серьезно, мы говорим, эти блоки изучаем. Подробности интересны, пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, это две его программы. Горе! Горе! Прямо, так вот, к горе надо относиться радостно. Хорошо, работа с горем, коллеги, тоже, мы ее не будем тренировать, потому что я не думаю, что есть много людей, которые переживают горе в данный момент. Что относится вообще к горе? Какие моменты могут в горе разбираться? Здесь важный момент, который я хотел бы конкретизировать сразу. Вот здесь видите, заголовок написано, работа с горем. Или есть такое высказывание, как работа горя. Если мы смотрим с обыденной точки зрения, с точки зрения обывателя, горе для нас это нечто страшное, нечто плохое. Надо быстро вытащить человека из горя. Это одна точка зрения. Когда мы смотрим с точки зрения специалиста, мы понимаем, что горе должно отработать. Это процесс, который должен пройти у человека, он должен пережить эти этапы. Работа горя должна завершиться. И надо его вытаскивать заранее из этого процесса. Работа с горем коллеги в коуч-сессиях встречается, и нам приходится с ним работать. Ну, например, да, я вам приводил уже пример. Клиентка прекрасный, ресурсный человек, поэт, бизнесмен, ну, талантище. Все хорошо. Одни ресурсы. Но развод. И не отпустила до сих пор мужчину, который, соответственно, вот у нее был, любила. И это все блокирует. Просто все, вот все, что в его жизни и в ее жизни есть, блокирует и все. Убираешь эту штуку, даешь пространство, то есть, правильному переживанию горе, и высвобождается такой ресурс, что человек готов лететь вперед. То есть, это не терапевтический клиент. Да, это не психотерапия ей нужна. Просто вот, ну, заноза такая в ногу впилась, тогда мы работаем. Если у человека патологическое горе, мы сейчас разберем патологическое, не патологическое горе. С патологическим горем мы не работаем. Это психиатры, психотерапевты. Вот. А затянувшимся горем тоже мы не работаем. То есть, мы работаем с легкими, с легкой формой горе. Но обычно, с такими коучинговыми клиентами, все-таки, это не те люди, которые приходят с какими-то серьезными проблемами. Плюс, к горе вполне относятся потери бизнеса. Там, потери квартиры, машины, не знаю, ипотеки, там, ну, кого, что. То есть, не обязательно смерть. Это, может быть, разные проявления. По статистике, первое место, по стрессогенности горы, формирование горя, это потери близкого человека. На втором месте, как вы думаете, что это? Потеря на работе. Разводы. На третьем месте, потеря работы бизнеса. Ну и дальше по уголовам. Главная задача принять факт утраты и дать адекватное место отношению к ушедшему человеку или явлению. Следующий слайд. Значит, пять стадий. Есть такая автор, она является одним из фундаментальных специалистов в области горя. Элизабет Кюбер-Росс. У нее есть книжка о смерти и умирании. Она как раз занималась в хосписах очень много, проводила времени. По-моему, вот это как раз эта история про пять основных сожалений, о чем жалеют люди, по-моему, это ее. Ну, есть такая гипотеза, что это именно она их выделила. Вот, соответственно, значит, она выделила пять основных стадий, которые проживает человек, когда проживает горе. Первая стадия – это стадия отрицания. Вторая стадия – это стадия гнева. Третья стадия – стадия сделки, депрессия и принятие. Следующий слайд. Горье бывает двух видов – нормальное и патологическое. Мы работаем только с нормальным горем. Ситуации, способствующие расстройству, то есть аномальному горе, то есть патологическому горе, которые плохо сказываются на человеке. Внезапная насильственная смерть. Переживание этого может транслироваться даже через поколение, то есть из года в год. У меня был случай, не в практике, просто среди моих знакомых, мужчина, муж, жена, собирались ехать в другой город, жили в другом городе, собирались ехать продавать свою квартиру. И мужчина почему-то из-за работы на сутки задержался, а жена поехала продавать квартиру. В эту ночь, когда он случайно задержался, ее убили, изнасиловали сначала, потом пытали, выпытывая из нее деньги, потом ее изнасиловали и утопили в ванной. Ладно это. Потом он приезжает, чувство вины, что так произошло, так еще и обратно в другой город он еще сутки вез ее в машине мертвого. Ну то есть вот шикарная такая картина, которая закрепила у человека, он в горе находился 7 или 8 лет, то есть он не выходил из этого состояния. Ладно, хоть с ним ехал в машине отец, потому что понятно, что когда вот рядом с тобой труп твоей жены, да ты еще себя в этом обвиняешь. То есть целая большая история, большие проблемы. Горе от самоубийства, очень часто самоубийство, очень долго переживается, особенно самоубийство детей, тоже часто способствует патологическому горе. Сильный конфликт с умершим перед смертью, особенно если кто-то кого-то проклинал, обвинял там, ну и так далее, да, тоже способствует большому синдрому. Пропавший без вести, умерший играл исключительную роль в жизни человека. Здесь есть очень интересная книга, которую рекомендую почитать, Ирвин Ялом, называется «Мамочка» или смыслу жизни. Следующий слайд. Артур Магдудович сейчас готовит док-программу интересную по экзистенциальному коучингу. Именно вопрос стоит в том, что даже самые дисфункциональные отношения в семье, которые есть, самые сложные, самые конкретные, вызывают всегда очень серьезное переживание горя. Даже если это были негативные отношения. Дальше, дальше, дальше. Назад. Значит, смотрите, что нормально, что ненормально. Нарушение сна – нормально, но если это не пять последних лет. Легкие формы галлюцинации, ну легкие формы, там, мне кажется, вот он мне снился, он со мной говорил, ну так и так далее, тоже нормально. Если он постоянно каждый вечер приходит, мы обедаем вместе, ужинаем, там, мне подсказывает вообще, мы в бане вместе моемся, это ненормально. Ненормально. Мумификация. Когда человек берет и сохраняет, начинает сохранять, например, комнату. Вот умер ребенок, и он не трогает эту комнату, постоянно заходит в эту комнату, там, то есть вот сохранение. В России вообще замечательная традиция. Когда человек умирает, что делают с вещами? Раздают. Это очень терапевтичная традиция. Причем желательно, чтобы сам человек вообще раздавал. То есть вот тот, кто потерял, потому что, когда я отдаю вещи, это мой процесс отпускания того самого горя, которое произошло. Вот, то есть какие-то сложные явления, допустим, когда человек говорит, я не хочу жить, ну у нас вообще в России принято, знаете, так пострадать, как кто-то умирает. Когда человек кричит, да все, у меня жизнь не имеет смысла. Ну это в рамках нормы у нас в России. Если он не кричит на эту тему, а уже конкретно готовится, это патологическое горе, мы туда тоже не заходим. Ну то есть все сложные проявления, ни к нам, ни наш профиль, мы работаем только с легкими вещами. Развод, который состоялся нормально, то есть человек там ночами не рыдает, вену себе не режет, вот просто у него такое маленькое горе, да, сохраняется он в таком легком депрессивном состоянии. Пожалуйста, к нам. Если сложнее, отправляем к врачам, терапевтам и так далее. Значит, есть шаги по преодолению горя. Вот это запомните, наколите на руку, постоянно будет надо. В России у нас кто-нибудь что-нибудь переживает обязательно. Очень многие. У меня процентов 30 клиентов, постоянно какое-нибудь горе, да у них это есть. Соответственно, признание факта потери первая стадия, вторая стадия выстраивания окружения, третья стадия переживания горя, четвертая стадия выстраивания отношений к умершему, ушедшему на фоне сильного желания жить дальше. Следующий слайд. А может, вот вернусь, вот здесь одна ремарка. Кто-нибудь бизнес коучингов загружится? Я вот эту методику использую в бизнесе очень хорошо, ложится, как вы думаете, где? А ты в этой ситуации? Нет, нет, нет. Внедрение изменений. Любое изменение, по большому счету, это небольшое горе для персонала, для коллектива, и оно проходит все те же этапы. Ну да, да, да. То есть это все популярно. Дальше. Значит, что пресекаем? Признание. Человеку надо признать, что горе совершилось. Вспомните, первая стадия по Куберос, отрицание, ничего не было. Я не плачу, ничего не произошло. То есть человек как бы очень, ну, визуально очень хорошо, спокойно все воспринимает. У него умерла мама, ну, нормально. Любил всю жизнь вообще важный человек, ну, ничего, ну, нормально. Да, вот такой вариант нехороший. То есть человек, он одной, бывает, что человек философски к этому относится, он верит, там, не знаю, во что-нибудь, и как бы вот он спокойно приезжает, что он верит, что мама никуда не делась, но если он не шизе, конечно. То есть он нормально к этому относится, и он, ну, как бы переживает спокойно. Такое бывает, то есть не надо заставлять рыдать буддиста, например, какого-нибудь. Вот, но что мы пресекаем? Значит, если человек верит, ищет, верит, что встретится с этим человеком, что он... Ну, мумификацию пресекаем, сохранение изменного помещения, вера в то, что это человек, вера в то, что он умер, но он вселился в нашего внука, и теперь вот внук, который родился через неделю, это душа моего, там, кто-то умерший. Отрицание, я не скучаю, не переживаю. Избирательное вытеснение событий тоже очень часто бывает, когда человек горе переживает, он не может вспомнить хронологию событий, когда это горе совершалось. Спиритуализм, когда смерти нет, мы разговариваем, вообще все люди живы. То есть любые традиционные религии тоже говорят, что люди не умирают, да? Ну, в смысле, душа сохраняется. Но все традиционные религии запрещают общение с ними. Ну, в трансперсональной психологии там интереснее. Если вот трансперсональщики, то, пожалуйста, следующий слайд. Что мы делаем? Создаем максимальный рапорт, чтобы признал человек, создаем максимальный рапорт с клиентом, фокусируем во времени, то есть он не в прошлом. Потому что бывает люди, вот кто-то умер там год назад, а он все в этом событии, он его все проживает. То есть возвращаем его в состояние здесь, сейчас. Создаем пространство для выхода чувств. То есть максимальный рапорт и позволяем человеку проплакаться, проговориться, поделиться теми чувствами, которые у него есть, которые у него накопились. Узнаем подлинный запрос, то есть понимаем, что стоит за этим горем. Очень часто, например, после развода проблема горя не в том, что ушел любимый человек. Работать, оказывается, теперь надо. Я не раз в такой ситуации сталкивался, когда женщина очень плохо переживает развод, не потому что она была свято влюблена в этого мужчину, или мужчина переживает тяжело развод женщины, бывает, спиваются. Потому что человек играл суперзначимую роль. То есть все социальные функции выполнял именно этот человек. Бывают такие, знаете, мужчина-женщина там и деньги зарабатывает, и кормит, и поет, и все, и все, и все, и все, и все, и развлекает, а он такой на диване спил. Бывает наоборот, когда наоборот. Женщина такая, боже одуванчик, вот, а мужчина ей содержит, и придумывает, она такая в ребенке живет, ей хорошо. Потом хоп, с тремя детьми он, боже одуванчики ей надоедает, ему хочется все-таки женщину, он ее выгоняет с тремя детьми, она такая, с тремя детьми, он ей однушку подарит, она в однушке с тремя детьми. У нее начинается патологическое, у нее начинается горе. То есть надо понять, что стоит за этим, что человек потерял. Это я к крайности привел. Когда человек потерял, то есть большая проблема в том, что денег просто нет, здесь надо поработать с тем, чтобы человек научился денежку зарабатывать, либо нашел другого мужчину или женщину, на которой можно присесть. Особенно важно для семейной психологии, когда мы говорим о семейной психологии, мы говорим о функциональных и дисфункциональных семьях. В семье каждый член семьи выполняет определенную функцию для другого члена семьи, закрывает какую-то потребность. Когда происходят потери члена семьи, у каждого из других членов семьи появляется дисфункция, надо научиться жить по-другому. Ту функцию, которую закрывал этот человек, надо научиться делать по-другому. Была мама, которая закрывала каждый день завтраки, обеды, ужины, мама не стала. Первый вопрос, кто будет это делать? И этот вопрос хоть и кажется совершенно банальным, на неозвученном выводе он вызывает конфликты, раздраи и так далее, и так далее. А причина будет именно вот там. Ну вот, например, у моей клиентки, когда мы работали, которые с разводом, мы заменили эту ситуацию, мы прям заменили. То есть я говорю, слушайте, а кто у вас? Есть какие-то мужчины в вашем окружении? Она говорит, да, вот у меня там сотрудники есть такие, вот там коллега есть, у меня сын есть. А у нее была потребность в объятиях, для нее вот она тактильный человек, и ей очень важно было, чтобы ее муж ее обнимал. А теперь никто ее не обнимает, ей бывает плохо. И она прям, мы поставили с ней цель, что она в неделю минимум там 7 раз с мужиками пообниматься обязательно. И она ходит, обнимает, довольная, продает параллельно еще этим мужчинам. То есть у нее хорошо, она такая успешная женщина, она занимается бизнесом. Вот, то есть признание, заменяем, да, если ушла мама, то есть чем функции, какие функции можно заменить? Если ушел муж, чем можно заменить эти функции? Если ушла жена, если ушли дети, чем можно заменить эти функции, которые давались, да? Очень часто многие, кто теряет детей, им помогает усыновить нового ребенка, животное завести какое-то, о котором забудут, заняться какой-то социально-волонтерской деятельностью. Как-то заменить эту историю. Следующий слайд. Организация окружения. То есть очень важно, помните, эффект Крабинары, да, и очень важно, чтобы человек имел определенное окружение, окружение поддерживало его в проживании его горя, в отпускании этой ситуации. То есть выявляем систему роли, роль ушедшего в этой системе, заполняем роли, которые ранее выполнял ушедший. То есть роль ушедшего мужа, кто может заполнить, там, дедушка, папа, временные какие-то социальные роли, друзья, знакомые, там, любовники, я не знаю кто, там, в зависимости от тех особенностей, которые есть. У женщины умирает муж, огромное количество горя, мушка, за которым она все время ухаживала, она вкладывала всю свою энергию в этого человека, и теперь его вдруг не стало. Проблема выплеска энергии, да, это огромная проблема. Мы заменили эту вещь, предлагаем, смотрите, у вашей племянницы родился внук. Ей нужна помощь, по крайней мере, у нее появился выход в то, что надо помогать. Надо отдать свою любовь в другое русло. Следующий слайд. Переживаем горе, задача выпустить боль, человеку нужно прожить. Работаем с чувствами отпускания, то есть технологии отпускания, ну, мы не будем сейчас их разбирать, все такие вот, наверное, Роковченко, Сергей сейчас может рассказать, и Кузин Андрей Юрьевич тоже. Примирение с прошлым, возврат управления. То есть я сам, все-таки возврат управления. То есть не я иду, иду в трамвае, вдруг начал рыдать. А я сам адекватно понимаю, когда я готов страдать, когда не готов. И не может быть ситуации, что я иду на важное совещание, и вдруг у меня совещание начал плакать. Вот если я плачу во время совещания, это не возврат управления. Если я понимаю, что да, что-то мне взгрустнулось, но сейчас у меня совещание. Я соберусь, проведу совещание, потом взгрустнул. Это возврат управления. Такая мощная идея, что эмоции – это тоже ваш инструмент управления. Вы можете сами запланировать, когда поплакать, когда посмеяться. Здесь тот же самый момент, очень важный в переживании более. Да, я обычно заставляю клиентов, договариваюсь с ними, что давайте обозначим время, когда вы одни. Когда вы точно одни, человек говорит, в 11. Вот смотрите, у вас обязательно, прям напоминалку, примерно телефон ставим. С 11 до 11.15 вы горюете на 100%. Обязательно. Задача рыдать, страдать, рвать что-нибудь. Человек такой, да? Я говорю, обязательно. Но только, смотрите, прямо по минутам. То есть в 10, в 11 начали, в 11.15 должны закончить. Будильник ставим. И вот 15 минут, он раз там 15 минут позаставлялся, два, три, а потом, понимаете, он сам. Это уже некий такой ход возврата управления. И он понимает, что да, вот у него 15 минут есть специальный, где он горюет. Потом он надоедает горевать с 10 минут, он один раз забывает, второй раз забывает, третий, и уже горе ушло. Посмотреть альбом тоже, ну, есть такая техника, посмотреть воображаемый альбом, можно физический альбом посмотреть, тоже нормально. Вот есть техника Дмитрия Сергеевича изобрела, называется «Учимся на баян». Можете рассказать, Дмитрия Сергеевича. Ну да, значит, у нас с Дмитрием Сергеевичем есть общий товарищ. Его бросило, он такой очень спокойный, очень милейший человек. И вот он влюбился в не очень милую девушку. А девушка влюбилась в нее, не влюбилась, а просто девушка была влюблена в парня, парень ее отверг, и поэтому из мести она вышла за этого парня, за нашего общего друга замуж. Ну, просто, знаете, подразнить того. А наш друг очень впечатлительный. Вот. И у него было конкретное такое, у него было конкретное горе, конкретная депрессия. Это было фиговую тучу лет тому назад. Я помню, Дмитрий Сергеевич заставил его учиться на баяну. Или на гармошку, на гармошку. На гармошку притащил ему самоучителя, значит. И, главное, устраивал каждый раз какие-то беспрерывные пьянки у него дома, у этого товарища. То есть, ну, потому что человек депрессия, и он все равно приходит, значит, организует какие-то тусники беспрерывные у него дома. Хата-то пустая, понимаете. И того постоянно баянин заставлял играть. И он понимает, что скоро придут, и Дмитрий говорит, давай, типа, еще учи, еще учи. И тот постоянно, значит, на гармошке учится. Ну, то есть, канализация энергии в другое направление. То есть, какое-то окружение, какие-то веселые тусовки, и постоянно баян, 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 баян. Неплохо играть. Да, не сомневаюсь. Хорошо, следующий слайд. А, верхнее слово уехало. Выстраивание отношения к ушедшему и желание начать новую жизнь. Полноценный возврат управления выстраиваем из мечты и видения, то есть, все техники будущего, которые у нас есть. Выстраиваем мотивацию жить дальше. Проверяем опоры, то есть, проверяем, что у человека есть опоры, на которые он может опереться. Проверяем те фундаментальные точки, на которые человек может действительно опереться в своей жизни. Это могут быть люди, это может быть работа, увлечение, хобби, какое-то там событие. И проверяем на сценарии, нет ли у человека сценария. Переживать это горе или сценария убежденности. Бывают люди, знаете, начинают верить, что у нас все мужчины в семье умирают 40 лет. Ну, то есть, сценарий выявили, там, умирают 40 лет, или вы знаете, у нас у женщин, у всех мужья умирают в это время. Или у нас все женщины в семье обречены. Или у нас все строили бизнес, и все его теряют. Ну, такая старая, добрая идея, карма. Повторяющийся, рок, проклятие и так далее. Старкался кристалям. Это вот сюда. Работаем вот так. Презентацию сбросим, понятно, что мельком. Но вот это основные стадии, основное главное, запомнить главный тот слайд, основные шаги по уходу от горя. И, соответственно, коучинговыми инструментами можем его преодолевать. Ну что? Все. Есть вопросы? Ой, шампанское, вы не сдали еще. Хорошо, коллеги, вчера ко мне кто-то подходил и спрашивал про другие программы. А? Про другие программы. Я вам вчера вот эту бумажку говорил, что она есть. Давайте мы о них коротко расскажем, кому будет интересно, потом подойдете. Здесь просто есть Андрей Юрьевич, он руководитель одной из программ. Кузин, вы его знаете. Так случилось, что все руководители практически программ, все окажутся сейчас здесь. Сейчас у Натальи Пономарева подъедет, она будет в комиссии. Поэтому вы сможете со всеми пообщаться подробнее. Значит, Андрей Юрьевич, у нас руководит программа «Стратегическое краткосрочное системное консультирование». Вот. Мои фишки – это юмор и легкость. Мы делаем интересную программу про системный взгляд. То есть, как разрешать так называемые кейсы «Неберучки». Очень много подходов есть, которые не учитывают системный взгляд. То есть, микросоциальное окружение, что происходит. И вот этот подход называется «Стратегическим», потому что он работает в основном на будущее. Также, конечно, это неплохо окупается, потому что решаются довольно сложные такие длительные проблемы. И нас рекомендуют, как серьезных специалистов, вот этот системный взгляд, он очень помогает. Международный сертификат мы выдаем. Металерсио-чинститут 60 лет на рынке системных исследований. То есть, это место, где зародились системные подходы в консалтинге, в семейном, психосоматическом, индивидуальном консультировании. Преподают американцы, да? Да, это американцы. То есть, это Калифорния, это Пал-Альта. Ну и преподаватели программы будут тоже профессора из Америки, насколько я помню. Да. Ну, хотелось бы побольше людей набрать, поэтому, пожалуйста, приглашаю вас, вас больше всего буду рад видеть. Кого-то тоже зовите, кто работает уже, кто хотел бы работать. Это, коллеги, уже не коучинг, это психология. То есть, это для тех, кто собирается работать на стыке коучинга и психологии. Ну, вообще, мы позиционируем, что коучинг – это один из видов психологического консультирования. Есть такой миф, который очень любят, ну, чисто из маркетинговых соображений распространять, что коучинг – это такое вот отдельное, это не психология ни разу. Ну, это ерунда полнейшая. Это один из видов консультирования. Просто, ну, из маркетинговых соображений, понятно, люди любят говорить, что это вообще настолько вот тут вообще просто никакого отношения к психологии, вообще новая психология. Вот. Все-таки ученые, люди, специалисты считают, что это один из видов психологического консультирования со своей методологией. Поэтому неплохо владеть и другими методами психологического консультирования, тем более, что кто захочет мастер-коуча получить, мы сбрасывали. Ты сбрасывал или печатали информацию? Ну, да, все, мастер-коуча, да, там требуются различные повышения квалификаций. То есть вы получите сертификаты, вы профессионал-коуча получите, но кто захочет мастер-коуча, это требуется в разных ассоциациях свои требования, но почти везде требуется дополнительное психологическое образование, то есть большое количество часов именно образования, знания. И вот эти часы тоже, эта практика, это образование может стать темой. То есть получив это образование, вы вполне сможете претендовать на звание мастер-коуча. Вот, Андрей Юрьевич, соответственно, подробнее сможет уже, когда мы закончим, рассказать вам подробнее об этих программах. Дмитрий. А какие программы? Программы, все наши программы, с исключением гипноза, вот которые здесь представлены, 7 программ, они все идут 8 модулей. У нас есть такая фишка, 7 или 8 модулей. 8 месяцев, да? 7 или 8 месяцев, да. Соответственно, вам всем скидка предоставляется 20%, только вот нашим выпускникам эта скидка предоставляется, то есть на всю программу. Итак, цены программ очень небольшие, это очень маленькие цены, это вы сможете, все в районе 100 тысяч рублей, плюс 20%, 80 тысяч рублей за диплом профпереподготовки, плюс международные специалисты в каждой программе, это достаточно. То есть диплом РУДЭР. Это диплом Московского института психоанализа. А, это Московский института психоанализа. Сейчас Дима расскажет. Я хотел бы поговорить о двух программах. Первая программа – это нейрокоучинг, нейропсихология, основа современной истории нейролингвистики. Вторая программа называется очень красиво. Современная практика геофагнозов, коучинга и бизнес-консультирования. Давайте начнем с первого. Нейропсихология. Ты знаешь, что такое нейропсихология? Чуть-чуть, очень хорошо. Моя любимая фраза, которую я все время начинаю, что у человека есть головной мозг. Если у него нет головного мозга, это не наш клиент. Так вот, мы в процессе изучения нейрокоучинга и нейропсихологии говорим о том, как функционирует головной мозг человека. Как человек принимает решения в тех или иных ситуациях. Так происходит чисто автоматический выбор того или иного решения. Вы заходите в магазин, в большой супермаркет, и вот замечали одну простую штуку, что молоко и хлеб всегда находятся где-то совершенно далеко. Вы думаете, случайно ли это? Не, не. Совершенно не случайно. Вы подходите к витрине и видите, что премиальные продукты стоят сверху, эконом-класс стоит снизу, по центру какой-то такой-то мидл. Замечали такое? Хорошая выкладка, она предполагает, что она направляет покупателя, совершенно не осознанно, и более 70% всех покупок совершаются человеком спонтанно. В лыжбом свете 70% совершал, необходимо организовать пространство таким образом, чтобы мозг принимал это решение в нужном направлении. Каким образом осуществляются вопросы коммуникации с человеком? Как происходят техники? То есть мы на этой программе рассматриваем вопросы, как работает головной мозг человека, и как в процессе коучинга активизировать или максимально эффективно использовать весь потенциал головного мозга. Такая вот интересная программа. Здесь я люблю такой пример, как обучить или как воспитать язвенника. Хотите небольшой секрет? Язва желудка очень часто воспитывается. Записывайте. По технологии очень простая. Первый шаг. Накройте самое вкусное, что есть в вашем доме, что ребенок любит больше всего. В тот момент, когда он приходит домой после школы, посадите его за стол, подождите 5-10 минут, пока желудочный сок не начнет вырабатываться, и не начнут вырабатываться ферменты желудочного количества. Как только начинается этот процесс, посмотрите пристально на ребенка и сделайте... Дневник на стол. И пока он ест и давится своим любимым блюдом, вы смело спрашиваете, а почему у тебя четверка, а не пятерка? Три-четыре раза проблемы уже начнутся. Еще три-четыре раза и язва будет прогрессировать. Почему? А, ну я рассказал. Совершенно правильный вопрос. Рефлекс по Павлову очень хорошо срабатывает. Попробуйте, кому интересно. Я надеюсь, что в обратную сторону пробудите. Надо вырезать. Об этом мы будем говорить, в том числе, как и совершать такие вещи. Вторая программа — это вопросы гипноза. Поднимите руки, кто знает, что такое гипноз. Кто считает это не шаманизмом? Или что-то страшного? Потому что очень часто сталкиваемся с тем, что гипноз — это же эзотерика. Нет, ребята, это наука. Это совершенно четкая, ясная, прагматическая вещь. При этом мы заточили его не в формат психотерапии, а в формат современного бизнес-консультирования. Ну, недавно был свидетелем очень интересного моего любимого случая, который тоже очень часто привожу на семинарах. Мама идет, ведет ребенка за руку. Мама вот явно не изучала гипноз никогда, даже психологию не изучала. Ребеночек тащит за собой. И мама использует очень хорошо метод внушения в переговорах. Называется двойная связка. Она тащит ребенка за руку и говорит, «Ну, у тебя что, головы вообще нет, или она у тебя куриная?» Ребенок оказался непростой. Оказался прожженный опытом. И четко считал манипуляцию. «У меня есть голова». Мама не растерялась и выдала следующую вопрос. «Живой куриная». Потом она будет долго удивляться, почему у ребенка есть неуспеваемость в школе, ну и так далее. Проблема внушения, проблема того, что мозг начинает, опять же, работать несколько по-другому. Как отстроить работу так, чтобы считывать манипуляции окружающих? Один из преподавателей у нас, адвокат, который имеет базовое психологическое образование, практикующий юрист, который рассказывал недавно такую забавную штуку, говорит, «Как я начал заниматься гипнозом?» Сижу на слушаниях и вдруг слышу. Оппонент вкручивает двойную спираль. Это такой метод внушения. И судья уже в трансе. Я начинаю понимать, что здесь дело что-то не так. Начинаю раскручивать эту спираль, он на меня обиделся и ушел. Дело мы, слава богу, выиграли. Но идея заключается в том, что методы очень тонкие и яркие в бизнес-среде. Очень хорошо и тонко используются. Вопрос, как это использовать, где это использовать и что для этого сделать, об этом мы будем говорить на программе. Обе программы, гипноз, она небольшая, она всего 5 модулей. Ввести будет у нас преподавательский состав, в том числе иностранцы наши любимые, которые будут вести ряд мастер-классов. Сергей Егорин, политтехнолог наш преподает. Политтехнолог «Всея Руси», как мы его называем, на этой программе. Автор многих книг по александрскому гипнозу, в том числе. Ну и стандартная наша команда. Эльмар Малеков, я не знаю, читал он здесь или не читал. Где-то читал, где-то нет. И я буду вести на мастер-классов. По нейрокоучингу у нас ведет профессор Балабан, это директор российского... У них читал он. И будет практика на территории... Поэтому кому интересно покопаться именно в головном мозге, посмотреть на те вещи, которые с первого взгляда не видны. И помните, мы начинали с вопроса, что коучинг... Это вещи... Каким должен быть коуч? Туп, ленив и аморален. Вот в нашей программе добавляется еще четвертое слово для коучинга, он становится загадочным. Ну, это ничего загадочного. На самом деле, нейротема сейчас тренд современного коучинга. Вообще в мире... Недавно была конференция психологическая в Москве, большая началась, доклада у Конора о нейрокоучинге. То есть это сейчас просто мировая тенденция в коучинге, потому что коучинг давно профессионализируется. У нас в России это новая методика. На Западе это давно существующая вещь. И нейрокоучинг сейчас одно из таких трендовых направлений. Еще программа арт-педагогика и арт-коучинг. Это вот про карты сегодня. Мы тренировались, это в сторону арта как раз. То есть это работа именно способами, методами искусства, активизация творческого потенциала. Это вот сегодняшнее утро. Это вот про это. То есть это про творчество, это про энергию, это про вдохновение, это различные... Про карты там целый огромный блок. То есть там большой край всех методик. Это и сказка, терапия. И педагогика, как воспитывать ребенка не директивными способами, то есть не по-советски, а через именно поддержку, через развитие творчества, потенциала раскрытия уникальности. Гендерный коучинг и психология отношений ведет Полеев, главный сексолог нашей страны. Ну вообще все, что про секс в нашей стране когда-нибудь обсуждается на телевизоре, всегда приходит господин Полеев. То есть Полеев будет вести и команду других преподавателей. Это про отношения между мужчинами и женщинами, профессионально, кто собирается консультировать мужчин и женщин по межполовым отношениям, по отношениям вообще, по построению счастливых отношений, гармоничных отношений, по решению сексуальных проблем каких-то. Артем, по-моему, я там тоже есть. Системный взгляд. Отлично, да. Андрей Юрьевич тоже там есть. Вот, соответственно, Полеев, Андрей Юрьевич, многие другие преподаватели на гендерном коучинге. Семейное детское психологическое консультирование, профессиональный коучинг. Наталья Пономарева, у нас сейчас комиссия будет сидеть, сможете ей задать вопросы. Это про семью, про детей, про то, как их консультировать, коучить. Кто лайф коучинг? Это лайф коучинг в чистом виде. Вот кто профессионализируется в лайф коучинге, you are welcome, это программа для вас. Ну, спортивный коучинг, психология самосовершенствования. Не думаю, что много популярности здесь вызовет, но кто собирается работать со спортом, есть отдельная программа для спортивных тренеров, коучей и так далее. Также открывается программа по экзистенциальному коучингу. Это коучинг смысла жизни. Программу будет вести ученик Виктора Франкла, главный создатель всего направления, доктор Алекс Потакос. Программа стартует достаточно скоро. Мы вас отдельно о ней проинформируем. Будет отдельно мастерка, то есть тренинг Алекс Потакоса. Он будет 14 октября. Я вас на него отдельно приглашаю, помимо самой программы. Заходите на программу, будет первый модуль программы. Захотите просто приходить на это. Это действительно международный известный ученый, практик, гуру экзистенциального коучинга, именно экзистенциального коучинга в области бизнеса, политики и консультирования. То есть он очень известный человек, он друг Виктора Франкла, его прямой ученик, очень много книг написал по экзистенциальному коучингу. Он возглавляет Институт смысла в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Ну и будет отдельно программа по гештальту, о ней я сегодня оговорился. Она стартует, недели через две появится ее описание, ее будет вести, она делает совместно с Парижским институтом гештальта. Одним из преподавателей будет Жан-Мария Робин, создатель ассоциации гештальта мировой. В общем, это просто известнейший человек, тоже очень признанный и великий ученый, практик гештальта. В Европе точно самый известный гештальтист. Жан-Мария Робин. Про программу рассказали. Соответственно, кому интересно стратегическое краткосрочное системное консультирование Андрей Юрьевич Кузин, кому интересно нейрокоучинг, ну и гендерный, соответственно, тоже. Кому интересно нейрокоучинг, нейропсихология и гипноз, это к Дмитрию Сергеевичу. Семейное детское консультирование и психология отношений к Анташи Пономаревой. Арт-педагогика, арт-коучинг я могу прокомментировать, экстенциальный коучинг я могу прокомментировать. Все.